мои приветствия всем с вами светлана сегодня такая не очень обычная трансляция у меня ожидается мною мы с вами вступили в полосу уже огненную врата льва приближаемся к пику его 12 августа 8 августа они раскрыты и я решила не в пример обычным своим выступлением поделиться с вами немножко пониманием процессов обычно я рассказываю прикладных моментах связанных с ощущениями но сегодня мне бы хотелось немножко поговорить о том что происходит возможно многие из вас кто давно знаком со мной знаю что я начинала как специалист в области ращения детей индиго это было очень давно 20 лет назад но как мои собственно дети появились и впервые со стихии огня внутри человеческих тел я столкнулась в детском поведении когда мои дети но это не только мои потом там уже наблюдаем все больше и больше таких детей просто мои дети одни из первых в этом поколении своем поколении людей с новыми характеристиками так вот мои дети могли дать свечку температурную 40 просто от того что рядом кто-то был недоволен жизнью ярко или кто-то кого-то оскорбил или где-нибудь на планете в этот момент произошло большое землетрясение или извержение вулкана и на ровном месте ребенок мог резко за температурить как правило это сутки длилось и так как я дочь врача то мне было очень непросто отделить материалистические представления от причин детских вот этих состояний причин энергетических но так как вмешательство медикаментами чем быстро ухудшало ситуацию те далекие годы ну и к тому же я сама была очень сильной турбулентности и по себе знала как происходят эти огненные вспышки внутри тела которые выражаются в итоге температурой и разными симптомами горения вот то я освоила доверие процессу я освоила спокойную веру в то что огонь не может навредить и научилась в эти периоды но у маленьких детей таких вот 35 лет это бывает трое суток горение с не связаны с их физиологическими процессами реакция на дисбаланс огненной стихии вокруг или ближнем круге или в земном я научилась верить что это не навредит физического проводнику несмотря на бред ребенка научилась применять облегчающие симптомы температуры ну и тут уже дети подросли научились сами справляться с огненными своими протуберанцами внутренними и как-то эта тема забылась до той поры пока я уже взрослым человеком не начала проживать возгорание внутренних огней очень интенсивные когда ты можешь стоять под холодным душем и не можешь остыть у тебя может не быть температуры ты можешь просто быть чрезвычайно горячим физической оболочки но не тебя может быть наоборот в состоянии вымораживания внутреннего с высокой температурой все это не связано никак не со спалительными процессами не с какими-то вирусными проявлениями это энергетические явления которые буквально закаляет нас как сталь закаляется когда ее из пламенного горна бросает в леденящий холод закаляют энергетические тела очищая их от всей скверны без за счет чего выковывалась булатная сталь высокая температура расплавляя вымывала все шлаки из сырья и оставался только тот элемент который сохранял свою гибкость и твердость при самых экстремальных условиях и третьим этапом моего знакомства со стихией огня стала работа с людьми когда в массовом порядке люди начали гореть это где-то с четырнадцатого года стало сильно многие люди кто постарше обращаясь к врачам получали объяснение что у них климакс но и симптомы горения и процессы физиологического преображения тела противоречили этому диагнозу но самое главное в другом эти же симптомы горения бурные симптомы вот особенно ощущение такое что у тебя в ладонях и в ступнях газовой горелки просто когда ночью эти включения были а часто ночью потому что мы можем быть проводниками этого нового типа излучений для материи земли и состояние буквально что хочется вот так вот держать и такое ощущение что едут факелы когда выгорает головные центры это конечно тяжело и больно очень и почему и наводнение возможно это компенсация огней в голове активации не только шишковидки а массу других там чакр но я хочу подчеркнуть что такого рода выгорание они первых свойственны людям и молодого возраста тоже которым диагноз климакс явно не подходит очень даже молодого 20 25 лет это горение во вторых это горение по мере того как ты принимаешь сознательно эти потоки она становится таким не мучительным я бы сказала а ну и стома что ли так а ты чувствуешь как кости горят внутри тебя ткань плотные ткани горят и прилив энергии у тебя огонь в глазах это бывает совпадает с жизненной энергии ты в это время можешь переделать кучу дел а бывает что нет ты не можешь шевелиться этот поток идет вот и самое главное в этом процессе понимать что это не лично ты прогораешь не лично твои те самые примеси в первородном металле божественном из которого духовном из которого мы сделаны выгорают а через эти примеси мы в рамках своих я бы сказал не в рамках в потоках своих духовных семей своих изначальных лучей проводим работы и каждый человек проживая в своем ритме в своем режиме в своем своей интенсивности эти огненные процессы я взрослых говорю каждый находится там где может находиться и если человек в состоянии вот этих огненных приливов впадают в панику или начинает размышлять искать лихорадочно какие-то медицинские объяснения термины то поток сужается душа к сожалению лишается возможности выполнить свою работу но берегут физическое тело потому что любая ментальная конструкция которая вызывает тревогу страх ментальная конструкция любая вызывает тревогу страх потому что нет таких ментальных конструкций которые бы вызывали благодать функция ментального тела это сопротивление и анализ структуры горизонтально то есть это не проточность не открытость не свобода почему и мысли являются препонами и замедлениями для потоков энергии так вот если человек мысли мешалку ударяется или в панику то поток сужается и душа лишается возможности сделать ту работу по преображению которая могла бы сделать в этой жизни сегодня я эту тему не затрагиваю вернуть к детям а дети с каждым годом приходят все более огненные все более настроенные уже на резонирующие на чистые стихии и поэтому стихийные силы я думаю всем знаком по фэн-шую что природе существуют стихийные силы воздуха в огня воды огня земли металла есть в понятие дерево живой природной к я условно 4 основных стихий у нас через эфир еще и сейчас плазма новое в новом мире это не просто вода и огонь вода и огонь это или воздух и земля это одна из форм стихий каждый то есть огонь может иметь совершенно разные проявления не только физического огня стихии почему вот мы же сейчас когда я рассказываю вам о симптомах человеческого тела мы же не видим языки пламени но мы испытываем очень специфические и их не перепутаешь эти ощущения которые только можно назвать горением но я хочу обратить ваше внимание на детей потому что а дети пришедшие к нам последние несколько лет это великие могучие очень сильные души которые не могли воплощаться на земле потому что было очень грязно было очень темно плотно удушливо и они просто погибали бы сразу редкие гении которые приходили они приходили специальной поддержкой с группой поддержки чтобы в лучшем случае при удачном стечении обстоятельств и достаточной верности своей цели какую-то часть пути физической здесь прожить и большинство их очень рано уходило все гении уходили очень рано а сейчас мы имеем огромное количество детей которые воплощают принцип свободы воплощает принцип бесстрашия воплощает принцип для нашего сознания земного непокорности на самом деле это свобода я уже объясняла что для того кто сидел в тюрьме прогулка по двору тюремному это свободы расширение зоны комфорта уж тем более справка о невыезде из города это вообще жизнь после тюрьмы и жить в город а для того кто жил среди зеленых лугов плавал на чудесной лодочке по прекрасным озерам взбирался на круче небесные а может быть и летал даже оказаться по справке о невыезде из города или условно говоря ограничение свободы или уж тем более заключенным в ограниченные ролевые структуры это у души и тюрьма и почему мы с вами наблюдали вот особенно в районе 12 года множество примеров когда молодые здоровые люди умирали от остановки сердца потому что душе тут делать нечего в таких приспособленных обстоятельствах если она не совместилась с пониманием зачем она залезла в этот вот прессинг а наши дети прекрасные внуки большей частью сейчас уже для тех кто меня слушает они способны через свои маленькие тельца физические но огромные тела эфирные и тонкие и огненные тела проводить сюда на землю вот эту новую плазму высокочастотную которая и меняет все устройство мироздание не только на земле но и во всем космосе и побочным действием является очень высокая температура бред иногда конкретные видения и поведению как бы можно услышать и увидеть то что дети говорят но главным является то что эта служба и в этой службе тревога родителей паника чувство вины и не умение обеспечить спокойное сопровождение горящему телу а именно втирание по лимфатическим зонам но это все есть на туропатической медицине как снижать как бы облегчать высокую температуру если взрослые не могут в силу своих ментальных конструкций и заблуждений не могут стоять твердо в духе и поддерживать работу ребенка то конечно это дело все переходит в разные мог может перейти в разные воспалительные процессы и проблемы если ребенка травят препаратами или тяжелой пищи но суть я не об этом говорю я о том что несмотря на малюсенькое тельце новорожденных даже детей мощь полей энергетических таких детей сотни в тысячи раз больше чем мощь полей людей старшего возраста которые имеют много примесей из прошлых жизней никто здесь не лучше и не хуже потому что эти примеси и были тем условием которые позволяли которые позволили вернее создать такое напряжение плавление металла духа да такую огранку алмазу при спрессовку такую графиту в алмаз который родили новую божественную силу в глубинах материи которая позволила сейчас нам с вами мягко перерождать мироздание из полярного мира борьбы и противодействия в мир сотрудничества в мир триарности раньше приходилось создавать с нуля со звездной пыли миллиарды лет материальные носители для будущей жизни сейчас мы так прописываем прежний мир изменяется сейчас вот такое видение про огонь я начала я немножко почитаю комментарии течение этого года сердцебиение периодически как будто тело одно сплошное сердце да дорогая это такая симптоматика внешняя которая нами ощущается так во первых сердцу можно разговаривать и успокаивать мышцу потому что вот такой симптом как пульс везде он может быть двойной еще один пульс такой медленный а параллельно ему такой вот два разных пульса вместе почему если вы в таком состоянии окажетесь во время уже забыл выходил к серенцефалограммы забыл как называется ну короче когда измеряет сердечный ритм то вот этот вот пишущий аппарат будет в панике вам поставят кошмарные диагнозы там прединфарктное состояние на самом деле просто импульсы идут одновременно от физического тела от эфирного эфирное тело у многих уже подключено новое и не совпадают поэтому по частотам но сердце можно договориться чтобы уравновесить успокоить оно не будет медленнее или менее ощутимо биться но вы к этому будете относиться спокойнее и я многократно вот проживая такого рода симптомы думала что молодые годы очень редко испытывать такие ощущения я думаю что я умираю а сейчас я живу с этим почти постоянно и знаю что это просто мой мой тип работы здесь почему тогда сейчас много детей с аутизмом или они специально себя ограничивают от внешнего чтобы сохранить альбина вы глубоко невежественны в этом вопросе они простите за такую формулировку это оценочная формулировка я в том плане что вы не просто не знаете информации не просто сохранить они не могут впихнуть такой грандиозный мощный инструмент тонкого плана физически если они его так свернут они не смогут свою работу делать то есть их работа по своим масштабам не сравненно с сознанием человека с левым полушарием активным поэтому это дети которые тут держат потоки несравненные с людьми с так сказать нормальными и они не зря приходят тем родителям которые могут понять что это за день если допустим редкие дети аутики в прошлом приходили на мучения фактически но не было готовых родителей для этого то сейчас достаточно людей которые могут сердцем чувствовать что их ребенок особенно уникальные что его все дети в особенный но я имею ввиду но я скажу что я бы сказал так выходящий за рамки человека в нашем понимании и поэтому это не не приспособленность к миру человеков в игре это не показатель ущерба это наоборот превосходство данной игры для того чтобы тем не менее быть в теле и проводить так же как и допустим дауны или юродивые приходили очень долго на протяжении истории для того чтобы чистую энергию любви сюда запускать потому что невозможно было такой чистоты вибрацию запускать если у человека работает левое полушарие это невозможно левое полушарие было все жесткими конструкциями забито вот то дети вот эти особые потребности таки это чистая любовь на последней встрече нашей в москве выступала женщина балетмейстер который занимается такими детьми она рассказывала какое потрясение было у когда она вот открыла сердце и на другом уровне стала с ними общаться и как они обогащают жизнь это ну мы можем сказать говорим о разном когда рассматриваем каких-либо людей не способных встроиться в социум в нашем понимании как ущербных потому что сам социум разрушается сейчас сама структура нашей жизни и тот кто ее разрушает должен иметь другие гораздо более высокие частоты более того особое строение мозга которая позволяет эти высокие частоты заземлять но сейчас я не буду отвлекаться на это каковы симптомы подключения нового эфирного тела дорогая наталья этот вопрос абсолютно не поможет вам любить никак там где вопрос от ума там ловушка и задержка развития развитие вашей души раскрытие его силы поэтому я отсюда оставляю проблемы с дыханием такое-то хаотичные часто кружится голова да татьяна насколько регулярно вы делаете практику заземления в течение дня не меньше четырех раз надо делать в какой-нибудь форме в которой вам комфортно хотя бы дыхание из неба и вообще практиковать осознанное дыхание сердцем когда вы в спокойной обстановке это тренируете регулярно за дня в день то в моменты приливов активации таких сильных дат в которых мы сейчас живем вы можете управлять потоком да да то же самое даже на работу не встала утром а в течение дня почти в обморок падала ну дело в том что вы поймите никому не дается не по силам просто каждая душа наша хочет максимум успеть здесь на земле вне зависимости от того как ограничено мыслит наш человеческий ум ну знаете это как бы вот одежда пытается диктовать тому кто в ней одет когда мы боимся паникуем еще что берегите себя жизнь всегда так вам устроит что вы окажетесь не на не на обрыве пропасти в тот момент когда у вас закружилась голова хотя такие моменты что войти витрину например из магазина выходя вроде бы вы нормально идете рядом у вас открывается эта дверь магнитная вы идете видите люди идут туда вы идете сквозь витрину такое может быть потому что даже не знаю как это словами объяснить маленькая часть сознания находится для контроля здесь а большая часть работает в другом месте а знов какой-то целый день озноб разный бывает я бы сказала не озноб а вымораживание когда изнутри костей холод то есть интересно что когда мы нашу практику опускаем ножки в горячую воду соленую дата человек в состоянии вот это вымораживание кажется что вода ледяная очень разные симптомы могут быть физиологические какими бы они ни были все нормально по поводу агрессии это да я вот выложила короткий стих который записала наша курсантка потому что этот огонь выжигает прежде всего эту окалину все то что меньше любви в нас и не надо осуждать себя или пытаться подавить это нужно позволить себе если уж вы выплюнули эту агрессию дату тут же продышались поприседали и словами сказали человеку что я был не в себе прости пожалуйста я был не в себе а если вы без людей испытывать это я например часто испытываю приливы агрессии но это гнева такого гнева не связанного ни с чем просто бурный гнев но это свойство огня когда мы все связаны и где-то когда выгорает большое количество какой-то грязи астрально то тот кто может ее принять спокойно ну то есть сквозь себя пропустить разные эмоции тот и пропускает и таких людей ни один ни два не стоит даже не тысяча гораздо больше почему мы позволяем нашей планете и можем вместе с нашей планеты быть живы до сих пор вот так вот в это время нужно дышать активно и физически двигаться чтобы распределять потоки и заземление хорошее где посмотреть практики заземления на моем сайте заведите в поисковик дня три назад испытала дикую агрессию хотела скричать внутри в теле все бушевала выписала призывала энергии на следующий день полегчало ну в общем справилась меру своих знаний очень рада за вас так горение до 20 раз днем и ночью боль вправе пятки особенно при заземлении вчерашний день болели кости ног но девочки если мы сейчас будем все прописывать все кости которые нас болели у нас так и будет все перечислено я вообще не знаю такой косточки в себе которая бы у меня не болела в разное время независимости от того что я свои 53 года скажем так явно выгляжу бодрее чем мои сверстники вот это процессы выгорания и в этом состоянии любых симптомах каким бы вы не испытывали симптомы в этих состояниях помогает больше всего дыхание в котором вы ощущаете что вы это не тело а вы огромный великан прозрачный который вокруг этого тела а часть вашего в теле чувствует вот эти все процессы и вы когда дышите вы ну как бы рассеиваетесь это в двух словах не скажешь потому что много мы на курсах этим занимаемся и практикуем и решаем свои человеческие какие-то конкретные проблемы и к моменту когда он проходит уже энергии коллективные уже человек умеет как сказать распределять эти силы ну конечно когда в начале эти ощущения но невозможно не испугаться во всяком случае я очень боялась особенно когда бывали такие я не знаю как сейчас может быть новеньких этого нет то кто тот кто сейчас в чистом пространстве прогорает потому что вы сейчас прогораете те кто недавно начал гореть вокруг вас огонь а когда первые люди прогорали вокруг был тяжелый битум и поэтому этот огонек который должен был сиять как свет он клел и коптил как грязная смола это было все очень больно и и в то время у меня были такие симптомы они могли быть но больше всего чаша реагировала это вот чаша накопление вот здесь это острое такое ну во первых горение жжение сильное во вторых вот такая вибрация которая блокирует вдох выдох то есть вы у души наступает это очень страшно было я думала что я на этом кончаюсь я молила того что мне дали возможность как-то детей передать кому-то то что я была одна с ними но это были приступы проходили а потом я после более сильного такого явления с выходом из тела несколько суток я после реанимации короче я поняла что все нормально я просто моя работа идет плановая дело тут не в том что я нервничаю или там не могу разобраться своей кармы а просто время настало тело подготовить для работы энергетических я знала с детства что я здесь не просто так жить играть веселиться или наоборот бороться за кормушку я здесь для того что вспомнить что мы бессмертны все и и приблизить это время через свою собственную жизнь и поэтому я успокоилась и когда эти же состояния сжатия вибрации и остановки дыхания я испытывала буквально в прошлом году я подумала сейчас-то меня вообще никак не колышет я знаю что я могу не дышать очень долго уже не раз я убедилась в этом что мы уже переподключены к параническому дыханию те кто давно на этом пути да вчера летала как птичка в гармонии с телом и миром и сегодня с утра раздражение агрессия принимала себя светлана у дочки постоянно болят пятки с чем это связано с работами соленой водичкой тепленькая на ночь смывайте симптом не пройдет энергия большими потоками идет энергия мои упражнения почки колени но дети как правило не хотят ничего делать и может быть они и правы у нее другие тела пожалеете обнимите скажите что помогаешь земле жить я еще скажу сейчас в конце чем мы помогаем земле у сына 28 лет пуль 120 в покое всегда учащена сердцебиение никто не может это объяснить я по-моему вам уже отвечала а это или это наоборот бродикардия было да это нормальное состояние его физиологии потому что наши дети из разных космических миров пришли здесь и поэтому у них разные совершенно могут быть и показатели крови разные и эндокринные показатели особенно состояние вилочковой железы а уж состояние сердца это отдельная песня так сейчас немножко назад промахнул третий раз пропускаю онлайн ваши замечательные встречи из-за ошибки на сервере пыталась возможность вот так ну ладно идем ютубе елена пишет что на украине на украине нельзя контакт не надо создавать как бы все проблемы друзья мои сейчас youtube тоже закрыл трансляции жизнь так она очень гибко и по-разному двигается есть такие вещи которые там помогают как-то другим адресом айтишным зайти на контакт но вы ничего не потеряете в записи потому что поток совершенно точно идет включаете он идет времени же нет это мы мы с вами проходим по дорожке и нам кажется что это время меняется на самом деле все происходит одновременно поэтому вы подключаясь к этому потоку и получаете те вибрации которые вы хотели получить ну вот теперь я хочу к другому аспекту огня перейти вспомните такие высказывания меня сжигает чувство вины или я горю от любви или жажда страсти зажигала его или там вожделение к власти сжигала это не метафоры это буквально другая скорость движения плазма в чакрах и поэтому вот этот сжигающий изнутри огонь он действительно присутствует есть оборотная сторона и люди которые очень набожные искренне искренне любят бога и очень мирные практики свои много начитывают они тоже могут вдруг начать гореть и пугаются потому что вместо благости получают сильные боли огненные монахини некоторые прохожевали это описано очень многократно то есть мы как бы в миру идем да и через свои конфликты с этой матрицей создаем искру трения а люди которые уединились бежали от мира вообще находится в пространстве в котором нет этих искушений внутренним напряжением все равно попадает в то же поле где нужно сжечь все то что меньше энергии любви вот и теперь я хочу перейти главному из-за чего я решила сегодня с вами поговорить я хочу сказать о том что те стихийные процессы возжигания огромных пространств и не только в россии это безграничное милосердие бога и матери к нам потому что в них горят наши мысли в этих пространствах очищаются ментальные поля коллективные человечества и горят заметьте не города горят удаленные пространства очень и не мысли даже мысли чувства и очень важно понимать что гнев например на тех кто допустил распространение пожаров или вообще явился их причины или не выполняет своих прямых обязан в общем не важно материальное воплощение пожаров то она разное большая часть от молнии такие огромные территории они горят от молнии конечно их безобразные поступки людей имеют место но питают эти огни наши эмоции и не позволяют сбалансироваться стихиями воды наши эмоции нетерпимости гнева возмущения желание прекратить это то есть понимаете парадокс какой люди радеют агаюшки о планете искренне желают ей добра хотят искупить человеческие грехи но сами генерируют огонь мы сейчас все с вами в одном полотне в одном вот такая глубок проволоки раскаленные когда мы находимся в радости любви это узор сияющий когда мы находимся в гневе возмущения такой глубок проволоки который вы проникает во всю материю и поэтому так же точно как и во времена воин жестоких мать тереза на вопрос что сделать для того чтобы прекратились войны на планете говорила идите домой любить своих близких также я вам искренне призываю вас для того чтобы сбалансировались природные силы а уже много появилось ченнелингов и обращений шаманов о том что сами стихии огня не испытывают никакой ненависти к людям и не мстят человечеству они выполняют волю бога по плану выгорает просто количество людей способных вот так пропустить спокойно огонь в телах о котором мы говорили в начале то есть когда вы выгораете при этом вы продолжаете быть спокойным количество людей способных заземлить огонь недостаточно а материя должна быть трансформирована преображена выплавиться важно материя вы же не забывайте что это сейчас например сибирь это чистая местность земной шар многократно поворачивался и какие-то другие эпохи там были совсем другие накопления и планы которые вы горают имеют значение для момента итогов который мы проживаем но поверьте мне нет ничего более эффективного чем справиться со своей жизнью максимально гармонично со своим гневом максимально терпимо милосердно распределяя его выдыхая уравновешивая заботясь о своем физическом уникальном проводники о своем теле которое может будучи мягким будучи жидким будучи объединяющим все стихии природы тем не менее быть проводником прежде всего огня когда-то в 17 лет я попала гость в одну семью в которой им обыкновенные люди женщина в детском саду мужчина слесарь на заводе но это были люди женщина делала переводы с санскрита мужчина был диссидентом человеком который боролся советской власти там играл очень свою игру но был очень энергетически насыщенным человеком и режиссер профессиональный которого запретили ему заниматься я попала в их семью и там была уникальная библиотека люди жили очень просто такие дощатые были от пол до потолка стеллажи с книгами и там я своего любимого бердяева в те годы мало где можно было его увидеть встретила человека который первый для светского сознания описал понятие но сферы сферы разума человеческого влияния и эта женщина мне впервые я там ее развела на искренность хотя она мне многократно говорила вы так молоды вам рано еще об этом и более того дети даже в младенчестве запоминают или понимают что-то с пятого седьмого раза вам это все пустые звук у вас еще счастливая жизнь впереди вы еще поживите в этом сценарии но мне так было нужно что она поверила и ночь мы с ней проговорили она мне первое сказала что следующее состояние человеческого тела это огонь и целковский подробно об этом описал естественное состояние человеческого тела это огонь огненное тело сейчас мы проживаем мутацию переходов это огненное тело и это не сейчас я понимаю что это не метафора потому что вот это мягкое тело которое мы видим она тоже огненное просто она плотность его голографических структур уплотнение этих коконов законы по которым они строятся создают эту иллюзию мягкого тела почему например высокие йоги могут зайти в костер и не гореть там потому что своим мягким телом или там мы более популярно средние йоги могут на костер руку положить и кожа не горит более того в гипнозе человека могут вести так что он не будет реагировать на огненную стихию потому что сама природа тело огненное если есть включение к этому огненному внутреннему для ума это все сложно короче говоря видимость это не реальность то что мы видим это наше кино наша игра наше привычное сценарий но это все голограмма и поэтому нет ничего фантастического что одна голограмма заменится другой а симптомы мы проживаем с вами прямо сейчас именно поэтому коллективные стихии планеты огненные уравновешиваются спокойствием каждого отдельно взятого человека вне зависимости от тех событий которые в его личной жизни является испытанием кто-то абсолютно не ожидая для себя в здравом уме и в трезвой памяти впилился машиной в стену сейчас это может быть очень часто у кого-то там из обокрали квартиру у кого-то ситуация там с родственниками какая-нибудь все эти ситуации поднимают чувства ситуация значения не имеет это голограмма мы играем голограмму чувства которые поднимаются гораздо больше сильнее и ужаснее чем тут повод который случился и и тоже мы многократно разбирали и в статьях и в трансляциях про то что древнее горе выходит на свет это я к тому что наш гнев наша боль наши обиды очень сильными могут быть но это не значит что они не управляемы потому что это горючее горючий материал для выгорания для того она и выходит чтобы сгореть помогает выгоранию активное физическое движение регулярные практики уравновешивание энергетического тела заземления почки колени этот соленые ванны соленые ванночки дыхание из неба и практика в острый период когда на вас нападает это бурное чувство простукивание все есть в трансляциях уже в этих и на сайте все есть то что происходит сейчас это великая милость господа и матери мира на этом слове нахлынули слезы и чувства принятия и благодарности благодарю светлана как вы относитесь к рунам шаманов я не могу об этом говорить потому что я авторитетный человек и мое мнение может помешать кому-то пройти его уроки во первых что такое шаманы во вторых что такое руны этим словом может называться очень разные уровни сознания и мистических артефактов поэтому древняя мудрость шаманов которую впитала земля и сейчас очень многие пробуждаются по сути своей эти люди никогда не скажут что они шаманы и не будут об этом кричать и тем более демонстрировать свое искусство эти люди служат день и ночь служит планете и космоса ну вот если подвести ним такой небольшой итог то я хочу сказать мы все гораздо больше чем то что сами о себе знаем многие из тех кто меня слушают сильно расширили свое сознание за время катаклизмов в своей жизни когда осознали что они не просто там чья-то дочь это жена чья-то мать что они душа свободная бессмертная для радости пришедшие в том числе в этот плотный мир преодолевшие страдания но сейчас можно еще больше расшириться сейчас можно понять что мы не просто душа а мы как душа луч монады то есть огромного содружества космических сил совсем не тех о которых кричит у нас интернет с лицами персонажами космическими кораблями все настоящее в сердце зеркал в только искаженное отражение так вот мы в сердце своем связаны с огромными силами и нам всегда помогут если мы запросим сохранить равновесие и спокойствие потому что кроме нас этих маленьких биологических существ на планете земля наших скафандриков нет другого инструмента который может уравновесить колоссальные процессы над которым трудится сон мы небесных сил потому что именно человек совмещая небо и землю может быть проводником этих громадных работ от нас не требуется ни особого понимания достаточно общего такого понятия что я на службу но для нас важно одно хочу ли я любить так ли поступила бы любовь в тот момент когда хочется резким словом ответить осудить исправить там еще что-нибудь сделать это действительно то что я хочу дать себе в этот момент и другому просто напоминайте себе когда вы нетерпимы к поведению кого-то это поведение внутри песочницы это поведение внутри матрицы экрана а вот чувства которые рождаются во время этой игры они навсегда и их надо трансформировать иначе не войдешь царствие небесное и я надеюсь что мы с честью пройдем этот портал 8 августа получается что мы встретимся уже после 9 до через неделю будет но может быть я и 8 смогу быть я пока не знаю трое суток я накануне этой трансляции было в таком очень сметенном состоянии внутренним и я я бы не рискнула говорить на эти темы если бы я не увидела в сетях созвучные мне выступления в том числе и тех кто подписывается шаманами по поводу того что идут процессы которые должны пройти и поэтому давайте будем гармоничны внутри они миши вмешиваться наружу потому что каждый вправе вмешаться как считает нужным но без внутреннего внутренней балансировки своих энергий нельзя повлиять на процессы глобальные в этой связи могу напомнить напоследок очень известную притчу которую я неоднократно на ленте в ленте своей цитировала и на курсах рассказывала повелитель дождя она как раз очень уместно чтобы вы каждый мог бы ощутить свою значимость просто в те годы когда она записывалась это были 50-е годы прошлого века 20 это были только святые способны делать а сейчас очень многие пробужденные души способны своим внутренним состоянием влиять на окружающее пространство не только своей семьи и города но и глобально вливаться все земли потому что мы все совмедены это притча о том как в некий китайский городок вернее в некое китайское поселение во время засухи приехали наши какие-то инженеры когда мы дружили с китаем да там что-то не строили вот и им сказали что тут есть один человек который умеет вызывать дождь и действительно пока они жили там несколько дней произошло после длительной засухи благодатный дождь пролился человек жил там на окраине деревни старичок лёхленький такой вот и жители этого поселка собрали очень крупную сумму благодарить этого старичка и он согласился дать интервью нашим гостям из россии и когда его спросили как он нас вызывает душу что я не могу вызвать душ я же не бог я могу только порядок навести внутри себя общался такие дорогие а да и он говорит а как это происходит я пришел в это место и вижу что нет порядка люди злые нет благодарности нет любви все в дисгармонии я настроился с этим беспорядком в своем теле я стал такой же как они а потом наладил все в своем теле и вместе со мной все пространство наладилось дождь пошел ему говорят а что же вы есть вам ничего не надо вы корень не питаетесь живетесь хижине зачем же такая дорогая плата спал то что очень для тела тяжело разрушать себя подстраиваясь под вот это все что потом опять возвращать гармонию я часто это делать не могу а сейчас мы живем в эпоху когда нам это каждый день надо делать потому что каждый день будут явления которые увеличивают проявление стихийных сил природы сознательно не говорю бедствий стихийные силы природы это просто один процент от тех событий которые должны были быть если бы не не пробудил достаточное количество людей способных управлять своим внутренним миром внутренним состоянием эмоциональным внутренним состоянием своего драгоценного живого вот этого лазерного биологического тела в котором мы находимся благодарение прекрасные как же животные которые тут гибнут да это ужасная трагедия потому что животные являются частью тела планеты и планета жертвует собой ради того чтобы сохранить возможность душам прозреть и найти свой баланс все ниже стоящие царство природы жертвуют жертву человечеству потому что это условия игры здесь и печаль в том ну и для меня лично тоже мне это очень тяжело проживать я просто избегаю подробности смотреть я не могу сохранять равновесие когда я это на себе ощущаю но нет пользы в том чтобы мы сокрушались именно ну страдали надо ценить эту жертву ценить в своей жизни добиваясь максимальной гармонии в своем каждом течение дня настраиваясь с утра максимально принять свою душу насколько возможно и действовать от своей души в действиях единственное что я могу немного как бы может быть вас успокоить что огромные силы духовные животного царства участвуют в этом процессе и помогают переход переходить души в животных ни одно животное не живет без поток без покровительства все стихийные силы курируются девами природы поэтому насколько можно это делается мягко задымлением например они живым сгорание настолько это делается ну и благодарности все большое спасибо поклоны тут благодарим из сердца светланы я как всегда благодарю вас потому что именно в диалоге проливается то что должно пролиться через меня и прозвучать так что берегите свое дорогое тело этот инструмент уравновешивает прямо в вашей квартире прямо в вашем отношении к детям к вашей кошечке к вашему там садику уравновешивает процессы земли потому что ваша часть сеточки в порядке и она напряжение пропускает свободное и если у вас усиливаются симптомы огненные в костной ткани или очень горит голова тяжело потому что когда горит головные центры возжигаются в новом качестве то челюстные кости вот эти кости затылочные кости очень но если вы понимаете что через это возжигание часть того огня который сжигает природу через проходит через вас органичным способом это помогает прожить эти